Обстановка в Прибалтике резко отличалась от той обстановки, которая была в старых республиках Советского Союза. Здесь действовал не только военный фактор, но и фактор внутренний, так как та потерявшая власть буржуазия Латвии сориентировалась, или также в Литве, и особенно в Литве и в Эстонии, сориентировалась на Германию, сориентировалась на ту силу, которая могла бы им помочь вернуть их привилегированное положение. И поэтому события первых дней Великой Отечественной войны связаны не только с военными действиями, но и также обострением внутренних конфликтов. И с обострением этих внутренних конфликтов связана деятельность целого ряда организаций. Три большие вопроса. Первый вопрос – это вопрос о существовавшей в Латвии накануне войны рабочей гвардии, которая проявила себя также и в первые дни Великой Отечественной войны. Что это за организация, ее структура, кто ее создал, кто ликвидировал, и, говорится, ее роль в истории Латвии. Но надо сказать, что эта организация, рабочая гвардия, была создана по решениям Центрального комитета Коммунистической партии Латвии, 2 июля 1940 года для охраны революционного порядка и для обеспечения, ну, говорится, тех преобразований, которые начались в то время в Латвии. Подобная организация с таким же названием, рабочая гвардия, существовала осенью 1939 года в Западной Украине, а что-то подобное, ну, под названием Народная самозащита, была создана 5 июля 1940 года в Эстонии. Но в Эстонии Народная самозащита послужила основой для создания рабочей христианской милиции Эстонской ССР, а в Латвии рабочая гвардия просуществовала до середины мая 1940 года. Что это была за организация? Она была создана в начале Риги, насчитывала 10 батальонов по числу партийных районов в городе и подчинялась партийным комитетам. Рабочая гвардия была возникла и в других городах Латвии, а также в большинстве уездов и даже в некоторых властях Латвии. Эта организация была вооружена отнятым у военизированной организации айсторгов оружием. Она вначале не имела форму, имела нашивку, повязку на левом, говорится, на левом рукаве с двумя буквами латинскими «С» и «Г» страднику гвардии, а затем имела также и форму светло-синие, говорится, военного образца блюзы и военная, вроде капитанка, говорится, шапка. Рабочие гвардисты имели свои штабы, в которых хранилось оружие, и они подчинялись вначале партийным комитетам, а с осени 1940 года перешли в подчинение НКВД, то есть в подчинение в основном милиции. Был создан рабочий, у рабочей гвардии штаб, который координировал всю деятельность этих рабочих гвардейских частей. Были созданы батальоны, в Риге их было вначале 10, потом стало 12, а также и, говорится, и в уездах были батальоны, были роты, были отдельные взводы. То есть рабочая гвардия была централизована, штаб ее руководил этими их вещами, они проводили обучение по субботам и воскресеньям, то есть они, говорится, в свободные дни занимались полевыми занятиями, проводили обучение, изучали советское оружие, велась там политическая работа. Оружие они, в отличие от организаций Айсергов, которая была в Латвийской республике в 1940 году, они не имели оружия на дому, она находилась в штабах. Их главная задача была охрана рабочих собраний, охрана избирательных участков, охрана фабрик особенно, охрана трансформаторных станций, мостов. То есть они обеспечивали революционную охрану и порядка. Почти вся документация рабочей гвардии была уничтожена с началом войны, и поэтому, говорится, пришлось восстанавливать ее структуру, и, говорится, и командиров, и ее деятельность уже по лично опросу многих людей, которые я осуществлял в 1965-1965-1966 году. Рабочая гвардия была вооружена стрелковым оружием, а командиры и политические руководители имели, говорится, пистолеты. Так что пулеметов у них не было, и в одном из батальонов был у них также мотоциклетный, говорится, взвод. Так что в основном это была организация, вооруженная стрелковым оружием. Она работала, говорится, в республике параллельно милиции, говорится, она, рабочие гвардисты, поставляли кадры также частично для милиции, для суда, для партийных органов и так далее. Это была вооруженная часть рабочего класса, а в сельской местности они были, говорится, также включали в себя беднейшее крестьянство и сочувствующих советской власти. Они сыграли большую роль в деле мобилизации масс, они пользовались уважением рабочего класса Латвии, но 14 мая 1941 года было принято Центральным комитетом Компартии Латвии решение распустить рабочую гвардию. Это решение, конечно, было ошибочным, если говорить о дальнейшем, потому что считалось, что рабочая гвардия может быть заменена вооруженной охраной предприятий. Так что рабочая гвардия накануне войны была распущена, и каждый рабочий гвардей получил удостоверение о том, что состоял в этой организации. Поскольку таких бланков было опубликовано 9 тысяч, то, говорится, и можем сказать, что в этой организации на начало июня 1941 года было около 9 тысяч человек. Ну а так как из её рядов ещё многие сотни были отправлены на другие участки работы, то общее число людей, которые накануне войны состояли в Латвии, в рабочей гвардии, было около 9 с половиной тысяч человек. Но с началом Великой Отечественной войны было сразу ясно, что одной, говорится, армии, тут и милиции, справиться с внутренним порядком не удастся. И поэтому было решение, оно не было опубликовано, было устное решение восстановить рабочую гвардию. Были... штаб начал действовать, но его... какое-то время сразу прекратили его деятельность и передали, говорится, руководство рабочей гвардии, всецело в руке НКВД. В Риге на основе 11-12 батальонов были созданы три большие батальона, которые, ну... которые, говорится, базировались в Риге и которые, говорится, были вооружены уже не только стрелковыми винтовками, но также и ручными пулемётами. Так что вооружение немножко улучшилось. 18 участников гражданской войны в интернациональных бригадах в Испании, которые оказались в Латвии, были призваны и направлены в рабочую гвардию для усиления там политической работы. Так что рабочая гвардия накануне войны, по сути, над началом Великой Отечественной войны, начала свою работу. Она, говорится, проявилась в себя также и во время Великой Отечественной войны. Она участвовала в охране общественного порядка. Рабочие гвардейцы в Лепой принимали активное участие в обороне города. Ну и надо прямо сказать, что вот это решение, что подчинить каким-то органам НКВД, тоже свою сыграло роль. Например, в Бауске, это километров 60 от южнее города Риги, существовала бригада рабочей гвардии в составе трёх батальонов. Но посылкой туда уполномоченных специальных, это всё было парализовано её деятельность. А ведь именно через Бауску немецкая штурмовая колонна 27-го числа ворвалась в город Ригу из, ну говорится, по Баускому, из поневеженства по Баускому шоссе. Так что тут сыграла свою роль, так говорится, другой негативный фактор. Рабочие гвардисты, они участвовали в установлении революционного порядка. Они были посылались на различные происшествия, так как айстерги – это в сельской местности, а организация фашистского типа «Перконкрус» «Громовой крест» начала активные военные, по сути дела, повстанческие деятельности против советской власти. Там в Латвии не было такого размаха у них, как это было, например, в Литве или в Эстонии, где был высажен специальный отряд из Финляндии, который прошёл по Литве, по Эстонии. В Латвии такое массовое выступление провести не удалось, но были два момента за один город Леймбажи. Целый день шли бои между гвардистами и милицией, с одной стороны и айстергами, и также в Северной Алушне тоже было большое столкновение. Так что рабочие гвардисты отступились организованно, особенно в Риге, они участвовали в обороне города, это первый и второй батальон. Они, говорится, отступили все в Эстонию, по сути дела, и в Эстонии в июле были созданы два, и на основе рабочей гвардии были созданы два полка. Первый латышский стрелковый рабочий полк, добровольческий, и второй латышский стрелковый, тоже добровольческий полк. В этих добровольческих полках было примерно 3,5 тысячи человек. И эти полки участвовали в обороне Эстонии, особенно первый полк в обороне Таллина, говорится. Затем они вошли в состав, говорится, Красной Армии, приняли присягу, а вначале они считались просто как добровольческие, говорится, соединения. Особенностью было то, что в Латвии не существовало истребительных батальонов, а только батальоны рабочей гвардии. Это была отличительная черта, например, от Эстонии, где были началом войны созданы уже истребительные батальоны, как и во всех республиках Советского Союза, при фронтовой, говорится, зоне. Так что, говорится, это была одна из таких особенностей. Два полка, которые воевали в Эстонии, воевали они очень храбро, несли большие потери. Первый полк был частично вывезен кораблями в район Кронштадта-Ленинград, а второй полк попал в окружение севернее Тарту, а затем прорвался к Нарве, через реку Нарву он перешел на территорию Ленинградской области, и в Ленинградской области был создан на его базе 2-го полка 76-й отдельный латышский стрелковый полк, то есть уже 3-е полковое соединение Красной Армии. Он участвовал в обороне Оренбавского плацдарма, он принимал участие в военных действиях, потом были отведены, остатки отведены в район Ленинграда, переправлены по Ладожскому озеру, там они охраняли этот ледовый, говорится, какой-то путь. А в феврале 1942 года последние остатки от этих много участников боев в Эстонии и в Ленинграде были отправлены в латышскую стрелковую дивизию по их просьбе. И вот что самое, говорится, интересное, это цена войны. Если в рабочих батальонах, полках, которые действовали в Эстонии и под Ленинградом, общей численности было около 4 тысяч человек, то уже в латышскую стрелковую дивизию было направлено 12. Остальные либо погибли, либо были ранены, либо были к какой-то степени отозваны. Так что цена войны здесь была крайне высокая. Но рабочая гвардия была организацией рабочая, и поэтому у них было мало представителей интеллигентного труда, и мало кто потом из них оставил свои, говорится, воспоминания о этих боевых действиях, о боевом пути. Так что возникло в июле 1940 года, восстановлено с первые дни Отечественной войны, и проявило себя в боях первые три недели, которые шли на территории Латвии, а затем активно сражались на территории Эстонии. Вот наличие этих двух полков в Эстонии, их храбрые действия послужили причиной того, что Сталин на предложение органов советской власти в тылу разрешил создание латышской национальной дивизии, хотя национальных частей Красной Армии не создавались, исключением была финская война там с одной дивизией, которая была переименована финскую народную армию, а несмотря на протесты политического управления, была создана латышская стрелковая дивизия, которая участвовала в боях под Москвой, получила звание гвардейской, а потом послужила вместе с другой дивизией на основе 130-го латышского стрелкового корпуса. Так что рабочая гвардия послужила тем, ее боевые действия в Эстонии послужили тем примером, что даже Сталин понял, что надо восстанавливать латышскую стрелковую дивизию по примеру гражданской войны, что им можно доверять, что они будут активно сражаться на стороне Красной Армии. Это первый большой вопрос. Продолжение следует...